всех приветствую сегодня я бы хотел сравнить два флагманских смартфона один смартфон это iphone 6 plus и второй смартфон это one plus one очень интересные гаджеты одни из самых популярных я бы хотел сравнить их показать чем они различаются чем они похожи у кого какие преимущества и недостатки по сравнению с другим ну и просто рассказать о них в целом начну я пожалуй с внешнего вида у iphone 6 plus корпус полностью металлический здесь находятся пластиковые вставки сзади значок фирма от компании apple но снизу различные надписи сертификации конечно название устройства то что это iphone и собственно на задней панели пока у нас все у 1 plus 1 задняя панель полностью пластиковая но черный цвет имеет такую вот приятную фактурку как бархат или на и наждачная бумага но такая очень слабенькая тоже довольно интересный материал хорошо ощущается смотрится и в целом многим очень нравится здесь тоже у нас находится логотип компании снизу надписи у меня китайская версия 1 plus 1 поэтому здесь нет надписи cnagent международной версии здесь надписи cnagent ну и собственно пластиковых вставок тут соответственно нет потому что это и так уже весь пластик далее наверное стоит рассказать о размерах как мы видим они почти не различаются но если мы так как сравним то можно увидеть что iphone 6 плюс у нас чуть 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 длиннее не намного длиннее но чуть-чуть есть по ширине iphone 6 плюс также немного выступает совсем на несколько миллиметров а по толщине конечно же iphone 6 плюс выигрывает на целых один миллиметр iphone 6 плюс у нас тоньше а по весу они почти ничем не различается но правда iphone 6 плюс будет чуть потяжелее потяжелее чем one plus one так давайте теперь посмотрим что у нас по бокам устройств здесь у нас клавиши блокировки и лоток под сим-карту у one plus one справа тоже клавиши блокировки есть а здесь качелька громкости и тоже разъем под сим-карту у айфона 6 плюс слева находятся качельки громкости здесь кнопка для переключения звучного и беззвучного режима а лоток под сим-карту как я уже говорил находится вот здесь по бокам устройства в принципе сделали довольно правильно решение что iphone 6 плюс расположил кнопку сбоку и вам плюс one здесь тоже кнопку сбоку расположил это очень удобно если располагать ее сверху то есть довольно хорошее и правильное решение снизу в антису она находится разъем под юсб кабель и снизу точно также iphone 6 разъем имеется также здесь находится один динамик план плюс ванна два отверстия и микрофона также разъем под наушники one plus one точно также находится здесь микрофончик разъем под наушники и располагается сверху у iphone 6 плюс сверху же ничего нет так идем дальше по кнопкам ну значит как мы видим у iphone 6 плюс имеется центральная вот здесь кнопка центральная кнопка для управления устройством у ван плюс ванна имеется три кнопки внизу если мы отключим на экранные кнопки то здесь вот будут находиться у нас три кнопочки их очень плохо видно на самом деле но они есть здесь находится кнопка меню кнопка свернуть и кнопка по моему поиска или назад до то есть кому-то нравится включать на экранные кнопки кому-то простые мне больше нравится включать на экранные но снизу кнопочки есть значит теперь давайте пройдемся по экрану ну как мы можем видеть оба устройства у нас имеют экран с диагональю 55 дюймов причем матрица у них различается у iphone 6 плюс эта матрица айпи с айпи с а у вам плюс ван эта матрица лтп с лсд в iphone 6 айпи с тоже lcd количество точек найдем здесь не различается 401 ппи а потому что на обеих устройств установлено разрешение full hd и и соответственно количество точек найдем у нас различаться не будет углы обзора у обоих устройств очень хорошие цвета не пропадают ни под каким углом как у а плюс ванна так и у iphone 6 плюс по поводу яркости можно сказать что тоже особо различения здесь у нас максимально ярко сейчас как мы видим она довольно не различается оба устройства яркие хорошо на солнечном свете показывать свое изображение поэтому в принципе она будет различима а засветов особо нет то есть экран я бы сказал почти не различается также у обоих устройств имеется датчики яркости датчики приближения то есть можно яркость вручную настраивать а можно использовать датчики по поводу на сравнение цветов ну давайте откроем какую-нибудь картинку здесь галерея и здесь фото и так как мы видим по экрану устройство особо не отличается оба хорошо показывают картинки если мы откроем другую картинку например вот эту вот эту это другая картинка вот нам нужна вот такая то можем заметить что по сути оба хорошо отражает цвета не меняют свою цветность при наклонении то есть углы обзора на максимуме как я уже говорил и собственно разницы вы почти не увидите а если вы пользуетесь одним устройством то есть например если у вас iphone 6 плюс и вы никогда в жизни видели 1 плюс 1 или наоборот то вообще вы разница никогда об этом и не задумайтесь никогда ее не увидите я вот тоже сравниваю и по сути к любому экрану быстро привыкаешь и оба экрана очень хорошо себя показывают итак мы с вами рассмотрели внешний вид устройств их экраны давайте сделаем выводы по этим двум пунктам ну я бы сказал что оба девайса хорошо лежат в руке нигде не выскальзывают приятная задняя поверхность что у айфона что у 1 плюс 1 6 плюс но единственное что iphone 6 плюс чувствуется более роскошным и премиальным но это вызвано благодаря металлической поверхности которая ощущается более как-то интереснее чем а бархатная вам персон хотя молодцы вам плюс 1 что сделали бархатную поверхность потому что простой пластик soft touch он уже надоел и скучен они привели к такому бюджетному решению который тоже позволяет комфортно пользоваться устройством в руках конечно чувствуется огромный размер этих двух девайсов чувствуется что тяжеловато будет доставать до элементов интерфейса и поэтому и это уже как бы такие планшеты фоны а так по этим двум пунктам по внешнему виду по дисплею я бы не заметил не отметил таких как бы сильных различий единственное что еще можно сказать что у айфона 6 плюс немного меньше полезной площади экран то есть вот это вот большая кнопка она отнимает конечно большую часть экрана у 1 плюс 1 это сделано чуть поменьше но на габаритах это сильно не сказалось чуть-чуть чуть чуть лишь айфон 6 плюс длиннее но зато он тоньше так что еще раз повторюсь по внешнему виду и по экрану различий особых нет таких принципиальных давайте теперь поговорим о характеристиках устройств айфоне 6 плюс у нас установлен процессор а 8 это новый процессор компании apple здесь у нас два ядра 1 и 4 гигагерц в каждом и 1 габайт оперативной памяти вам прислана же процессор qualcomm snapdragon 800 1 4 ядерный процессор 2 и 5 5 гигагерц и 3 гигабайт оперативной памяти по внутренней памяти здесь у меня в айфоне 6 плюс 16 гигабайт внутренней памяти у вам плюс 1 64 гигабайта памяти но iphone 6 плюс также может продаваться и в версии 64 гигабайта памяти что касается nfc то вам плюс вам обладает модулем nfc и iphone 6 плюс также имеет этот модуль но есть маленькое различие в том что 1 плюс 1 более имеет доступ к nfc модулю вы можете записывать на метке какую-то информацию при поднесении к этой метке например вы можете добавлять какие-то режимы там установить будильник смените громкость открыть какие-то приложения iphone 6 плюс к сожалению пока на модуль nfc у него используется только для совершения платежей в магазинах ну или каких-то других там супермаркетах и так далее то есть здесь грубо говоря и nfc немного урезан но это не такая как бы проблема ради которой можно плохо относиться к айфону и возносить вам плюс 1 то есть nfc почти никто и не использует так что это я просто высказал небольшое свое мнение еще одна интересная характеристика у iphone 6 плюс это сканер отпечатков пальцев вы можете создавать свой отпечаток и использовать его для разблокировки айфона для оплаты платежей в apple store ну грубо говоря это ваша идентификация к сожалению вам плюс 1 такой фишки не имеет поэтому характеристик соответственно их и нет но тоже я бы не хотел сказать что это такая супер мега фишка которая должна быть в каждом смартфоне многие вообще не блокируют устройство потому что все время ждать пока она разблокируется ввести там графический ключ для кого-то это неудобно если например в особо ничего не скрываете то и вам смысл блокировать но сканер отпечатков есть поэтому будем считать что это плюс 1 к преимуществам у iphone 6 плюс идем дальше батареи у нас у iphone 6 плюс 2915 миллиампер у вам прислан 3100 миллиампер час по батарее не могу ничего подробно рассказать но с к сожалению я не могу так тестировать устройство по батарее ну и вообще такой спорный параметр единственное скажу что судя по тестам зарубежных коллег можно судить о том что по батарее оба девайса ведут себя одинаково держатся они долго если особо их не использовать и разряжаются они быстро если их не выпускать из рук и сидеть только в этом телефоне там в играх вконтакте послушать музыку в общем полноценно пользоваться устройством поэтому по автономности оба девайса хорошо себя ведут если их пользоваться ими равномерно они просто не выпускать из рук что касается характеристик то вы наверно скажете что вам плюс у она да там круче процессор больше оперативной памяти но это все характеристики на бумаге судя по тестам у нас особо не различаются результаты то есть характеристики на бумаге различаются но в реальной жизни вы особо не заметите разницу ну вот давайте откроем результаты моего устройства и вот как мы видим у нас iphone 6 набирает примерно 18 тысяч очков он плюс 1 набирает 20 тысяч очков 3d mark то есть ну одна тысяч две тысячи очков особой разницы не играют вот поэтому в играх и в интерфейсе все себя ведет плавно в другом бенчмарке у нас тоже результаты почти такие же это geekbench 3 так давайте запустим пока выполняется еще поговорю немного характеристиках все игры все приложения ведут себя быстро вы не заметьте каких подтормаживаний лагов потому что что вам плюс ванне что в iphone 6 плюс используют самая последняя начинка и оперативной памяти тоже достаточно iphone 6 плюс умеет ее распределять вам плюс вам имеет во-первых многое тоже умеет ее распределять вот как мы видим iphone 6 плюс чуть чуть побыстрее прошел наш тест хотя возможно имеется разные тесты в программе потому что разные оболочки но пока как мы видим вам прислан еще проходит тест но сейчас посмотрим какие результаты он нам выдаст почти завершается тест наш уже 90 ну как мы видим вам прислан в бенчмарке geekbench чуть-чуть у нас отстает вот еще у нас характеристики написаны то есть на бумаге да у нас различаются характеристики но в реальной жизни устройство почти одинаково по производительности сейчас мы еще откроем антуту бенчмарк возможно вы скажете что долговато загружается приложение но давайте судить о том что а это разные оболочки и по сути одинаковые приложения могут по-разному запускаться плюс у меня здесь по моему среда далвик стоит на амплесу они поэтому может быть немного дольше ну вот как мы видим здесь у нас набирается 45000 здесь 49000 не знаю одинаковые ли это очки потому что в рейтинге антуту почему-то одни айфоны а в рейтинге антуту андроида соответственно не андроид девайсы почему сюда не добавили айфон возможно одинаковые очки имеет как бы разное значение то есть не факт что здесь 45000 такие же здесь 45000 здесь но будем судить что они одинаковы собственно по производительности мы посмотрели можно еще показать как быстро загружаются какие-то сайты ну давайте откроем например вот сайт за верш одновременно нажмем как мы видим на вам плюс вани загрузилась чуть-чуть быстрее причем как вы заметили я использую chrome и тут и тут потому что сафари на 1 плюс у на iphone 6 извиняюсь работает еще медленней чем chrome по скролли могут тоже можем видеть что немного вот iphone 6 ну как то вот он и тяжеловато прокручивается давайте теперь откроем одновременно какую-то страничку например вот эту но здесь iphone 6 плюс чуть быстрее загрузил он плюс он пока подгружает ну то есть разница в миллисекундах поэтому по производительности я бы тоже не сказал что такое прям громадное различие имеется поэтому все у вас игрушки будут в полной мере идти никаких подвисаний не будет поэтому смело можем сказать что по производительности эти два гаджета почти не отличаются теперь я бы хотел поговорить о прошивках здесь у меня на ван плюс вани установлены самая последняя прошивка на сегодняшний день это у нас цена ген мод 11 с причем версия сборки у нас 38 у iphone 6 плюс у меня же установлена ios 8 1 так где бы нам посмотреть у нас модель емкость программа оператор вот у меня установлена ios 8 1 то есть прошивки самые последние поэтому мы и будем сравнивать самые последние прошивки самые новые фишки которые здесь установлены давайте пока расскажу немного об обновлении устройств дело в том что многие говорят о том что iphone 6 плюс обновляется чаще быстрее и собственно имеют более лучшую поддержку чем android смартфоны да с этим немножко можно согласиться потому что многие android смартфоны обновляется до какой-то версии а потом производитель к сожалению бросает обновление устройств но вам прислание нельзя сказать об этом так потому что здесь установлен прошивка цена ген возможно вы знаете но команда цена ген наоборот выпускает прошивки для тех устройств которые уже производитель забросили соответственно логично предположить что для устройства которое она как бы выпустил с которым сотрудничает будут выпускаться прошивки вплоть до того момента как это будет возможно поэтому можно смело сказать что по обновлению устройства и по поддержке прошивки вам прислание чем не уступает iphone 6 плюс у вас будет все время последняя прошивка как только команда цена ген будет выпускать эти прошивки она будет их выпускать очень часто уже сейчас у меня последняя версия android это 4 4 4 kitkat но когда будет 5.0 соответственно будет 5.0 прошивка и по iphone 6 плюс тоже все быстро обновляется как только выходит новая версия ios обновление быстренько прилетает поэтому нельзя сказать о том что в плане поддержки устройств имеется сильное различие опять же ничего не будет заброшено и вам прислан будет обновляться так же быстро как и iphone 6 плюс давайте теперь дальше поговорим немножко о прошивке ну я бы не разводил здесь холивар рассказывал что как бы там ios хуже ios лучше или iphone android лучше и android хуже единственное покажу момент который мне не нравится в apple и который мне больше нравится в андроиде начну я пожалуй с рабочего стола дело в том что вам плюс 1 позволяет менять любую оболочку то есть у вас есть поддержка тем у вас есть поддержка других лаунчеров у вас есть различные паки иконок то есть собственный интерфейс вы можете поменять до неузнаваемости у iphone 6 плюс к сожалению интерфейс поменять нельзя вот вам дали такие иконочки с такими иконочками вы будете все время ходить то есть мне это немного не нравится мне часто надоедает одно и та же обоина одна и та же темы и поэтому приходится ее менять к сожалению iphone 6 плюс это не поддерживает второй для меня очень существенный минус эта клавиатура дело в том что пока что для iphone 6 плюс только ввели поддержку сторонних клавиатур но к сожалению к сожалению эти клавиатуры новые пока не поддерживают русский язык то есть вот я поставил другую клавиатурку у меня вот только английский свайп здесь же я могу установить любые клавиатуры любые темы клавиатурам ну и собственно любые языки клавиатурам поэтому для меня это второй существенный минус к сожалению третий минус у iphone 6 плюс я бы отметил в том что невозможно менять панель уведомлений вот у вас вам дали такие иконочки с такими иконочками у вас и будет всегда панель уведомлений вам плюс вам к счастью может менять вот эти все иконочки можете настроить свою панель как вам удобно поэтому это очень мне нравится вот быстрый доступ мы сейчас откроем нет это не здесь у нас подплитки размещения то есть вот тут вы можете поменять как вам удобно переместить какие-то добавить новые очень полезная фишка потому что мне например возможно не нравится что у меня здесь яркость настройки а здесь там gps я может быть хочу здесь ставить режим полета здесь настройки ну кому как нравится в общем когда дают что-то менять это мне более по душе потому что не факт что то что мне предоставляет производитель мне понравится хотя кто-то привыкает кому-то больше нравится концепция когда ли так и пользуйся но к сожалению нет концепция не устраивает поэтому я тоже недоволен этим в iphone 6 плюс четвертый минус который мне не нравится это открытие ссылок дело в том что если вы вам в твиттере предположим скинули какую-то ссылку на инстаграм то если вы ее откроете в iphone 6 плюс вас не откроется приложение инстаграм у вас откроется браузер браузер с этой ссылочкой но это я так примером да в вам плюс у ани у вас же откроется приложение если вы выбрали то что по умолчанию если у вас имеется ссылка на инстаграм то вас открывается приложение инстаграм то есть я бы сказал нет такой привязки к приложению или например приложение какой-нибудь там youtube или что-то еще то есть к сожалению это тоже один из существенных минус который мне не нравится в iphone 6 плюс и пожалуй еще отмечу один минус это нет возможности файлового менеджера то есть здесь его к сожалению нет его здесь не поставить возможно да там через джейлбрейк там какие-то там обманные манипуляции все можно сделать но по умолчанию у меня нет доступа к файловой системе в отличие от вам плюс ванна где я могу полазить по папочкам распаковать там архивчики перекинуть что-то например там с компьютером связаться по вай фай сети то есть доступ к файловой системе закрытый мне это тоже жутко раздражает потому что многие приложения мне точнее многие файлы мне нужно перекидывать чисто файловой системы распределять по папкам что-то открывать что-то редактировать переименовывать в общем это еще один минус минус к сожалению iphone 6 плюс и собственно ко всей операционной системе возможно да я сейчас ушел в операционной системы потому что скажите вы что мы сравниваем iphone 6 плюс они операционную систему android ностер но я хочу на это обратить внимание потому что вы же покупаете не только каркас устройства но еще то что внутри как всем этим пользоваться удобно это или нет так по айфону я отмечу плюс это вот такая вот фишечка с удобством интерфейса под один палец то есть вот мы так два раза нажали и у нас одним пальцем удобно управлять плюсом я отмечу touch id потому что ну все-таки полезная фишка с отпечатком пальцев one plus one и и даже если бы хотели ее внеаризовали потому что куда палец тут в сенсор здесь какие-то клавиша здесь на экраны кнопки ну опять же кому-то эти отпечатки пальцев нужны а кому-то нет так еще к сожалению отмечу в минус iphone 6 плюс это невозможность установки сторонних приложений да опять же там манипуляции jailbreak это все можно но в андроиде можете поставить любое приложение которое нет маркете может быть там по каким-то причинам заблокировали например вам плюс вами мне нравится приложение 4pd для чтения популярного форма но к сожалению в маркете его нет еще один плюс к iphone 6 плюс это облачное хранилище то есть бэкап полностью вашей всей системы вы можете создать резервную копию потом у вас появится новый iphone и все это резервную копию восстановить полностью став включая обои приложения данные приложения в общем полностью зерная копия к сожалению android пока не обладает такой функции вы можете забэкапить конечно же контакты конечно же вы можете забэкапить список приложений потом его восстановить какие-то еще данные но общего такого слепка системы пока что к сожалению нет в плане этого iphone 6 плюс пока более реализован и это более лучше выглядит еще что я бы хотел отметить это возможность закачивания музыки файлов и других каких-то медиафайлов ну например вы хотите посмотреть какой-нибудь мультик или фильм или сериал на двух этих устройствах есть вам приходится там чиза itunes подключать что-то как-то там через программу устанавливать где-то что-то подключать перекидывать в ван прислание вы можете просто подключить к любому компьютеру или даже с помощью от г подключить сюда флешечку потому что тогда здесь поддерживается и уже воспроизводить нужный вам медиафайл или какой-нибудь документ то есть вот здесь вот android немножко выигрывает и очень более удобно это реализовано ну что ж подводя итоги по поводу операционных систем в этих двух устройств к сожалению мой или к счастью даже мой выбор будет за андроидом просто потому что андроид уже перегнал во многом айос и вы в скором времени увидите что айос будет потихонечку тырить фишки из андроида когда-то скорее всего откроется доступ к файловой системе когда-то будут открываться вот эти ссылки через приложение вот видите панель уведомлений ввели многозадачно сделали ну вот ну видим же то что айос потихонечку берет фишки из андроида но я никого не хочу обидеть действительно кому-то нравится концепция айос кому-то нравится концепция android но так как я сравниваю эти два устройства для меня android более выигрышный более выигрышные более удобные более кастомизируемый более технологичный плюс вот сейчас android 5.0 вышел с новым оформлением с новыми фишками то есть по поводу прошивок здесь one plus one на мой взгляд более будет лучше и более удобен давайте теперь перейдем камере у iphone 6 plus у нас камера имеет 8 мегапикселей причем имеется оптическая стабилизация при съемке видео а передняя камера у нас имеет 1 и 2 мегапикселя с возможностью записи hd у вам прислана задняя камера имеет 13 мегапикселей с сенсором вот sony а передняя камера имеет 5 мегапикселей для сэлфи то есть очень большая камера с большим с высоким разрешением позволит вам создавать хорошие снимки по поводу камер хочу сказать что у iphone 6 плюс камеры лучше камеры лучше с этим даже невозможно спорить вы можете посмотреть множество примеров множество видеозаписей и многие говорят что камера на iphone 6 6 и 6 плюс самые лучшие самые высоко создает изображение я с этим полностью соглашусь камеры действительно здесь одни из самых крутых one plus one немного проигрывает и плюсом у iphone 6 плюс имеется еще поддержка замедленного видео то есть вы можете снимать видео с частотой кадров 240 fps здесь же тоже поддерживается замедленная съемка но к сожалению кадров чуть поменьше 120 максимально можно записывать видео в замедленном действии но у вам прислана имеется еще такая интересная фишечка это запись в 4к разрешении то есть высокое разрешение с 13 мегапиксельной камеры вы можете записать видео с этим высоким разрешением поэтому вот небольшой небольшой такой плюсик one plus one а так камера у iphone лучше намного лучше и мне она больше нравится у iphone и если вы хотите создавать снимки и вас на руках вот два устройства конечно же создавать снимки лучше у камеры one plus one ну а по передним камерам к сожалению у iphone 6 плюс проигрывает по разрешению 1 плюс 1 здесь имеет более лучше камеру целых 5 мегапикселей ну что ж я постарался сравнить два самых популярных флагмана это iphone 6 плюс и 1 плюс 1 постарался показать чем они различаются чем они немного похожи и предлагаю прийти к выводам давайте быть честным то есть отталкиваться от цены one plus one стоит 349 долларов за версию 64 гигабайта iphone 6 плюс стоит 749 долларов за версию 16 гигабайт версия 64 гигабайт соответственно стоит дороже но давайте рассматривать самую минимальную версию и как мы видим разница цены у нас в два раза что мы получаем когда у нас устройство в два раза дороже какие глобальные преимущества по сравнению с one plus one честно как мы заметили почти никаких да вы получаете более премиальный дизайн более роскошный металлическая поверхность конечно же яблочко сзади где вы можете просто там положить iphone на стол искать вот у меня iphone 6 плюс и все скажут да там у тебя дорогое устройство ты молодец ты крут если положишь там one plus one скажешь что у тебя там за модель 1 плюс это вообще неизвестная модель потому что ну я по опыту знаю что вам плюс он пока не популярны пока никто его не знает то есть для если брать для себя и для своего пользования согласитесь что вы особых преимуществ у iphone 6 плюс не получите камера да лучше но я не думаю что многие люди покупают устройство из-за камеры все-таки камера должна быть профессионально это так вот для съемок для общего какого-то для себя там что-то снять и так далее но я бы не сказал что в вам прислание камера очень плохая она очень конкурентоспособная но снимает чуть хуже поэтому в iphone 6 плюс вопрос получать чуть лучше камеру чуть-чуть чуть лучше и чуть которая лучше снимает а так явного преимущества в камере я опять же не вижу по поводу операционной системы обновлений я уже сказал обновление будет поступать точно так же быстро преимущество операционной системы ios я особо не вижу не вижу чтобы меня так привлекло по сравнению с андроидом тачайди еще вы можете сказать да полезная фишка не спорю вы можете прислонить палец но согласитесь что это тоже не такое преимущество за которое нужно переплачивать цену в два раза цену в два раза за устройство которое по характеристикам и по производительность почти такой же поэтому что бы я сказал айфон 6 плюс да вы можете купить это хорошее устройство я с этим полностью соглашусь она вышла довольно удачным довольно технологичным но она очень дорогое если бы я не знал цену я бы сказал да там мне iphone 6 плюс нравится больше он там чуть-чуть лучше он там проигрывает в операционной системе вам плюс в антут выигрывает ну то есть грубо говоря да так устройство немного похоже ну каждого свои преимущества недостатки то есть если бы я не знал цены можно было бы сказать кому что нравится то и берите но когда я знаю что цена различается в два раза естественно мой выбор за вам плюс ваном просто потому что очень жалко отдавать за устройство которое по техническим параметрам и по удобству почти ничем не отличается а даже где-то вам плюс ван и превосходит этот самый айфон 6 плюс зато если вы купите ван плюс ван у вас еще останутся деньги чтобы купить вам плюс вам кому-то еще например тоже довольно интересненький плюсик поэтому действительно очень жалко что iphone 6 плюс стоит так дорого и нет смысла за него переплачивать если вы хотите купить устройство для себя и чтобы у вас остались еще денежки так что сравнение я считаю я провел полностью показал чем лучше айфон 6 плюс чем лучше ван плюс ван где у кого какие плюсы минусы но на мой взгляд выигрывает ван плюс ван просто потому что он стоит дешевле еще раз повторюсь если бы я возможно не знал цены я бы еще сказал о том что эти устройства почти не различаются в плане ну в общем плане да то есть оба такие конкурентоспособные но когда ты знаешь сцену все здесь очевидный выбор за ван плюс ван а так на думайте сами что вам приобрести я вам лишь подемонстрировал на свой взгляд чтобы я лучше купил чтобы я лучше приобрел и что для меня более выгоднее и лучше спасибо что посмотрели это сравнение подписывайтесь обязательно на мой канал ставьте лайки на это видео добавляйте в google плюсе смотрите фоточки в инстаграм обязательно читайте новости в твиттере и ждите новых роликов с вами был андрей всем пока